Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джи Дима, канал Моди Красоте, а также об умном шопинге. Это видео я не записываю традиционно на телефон, потому что у меня обновился трафик. Я рассказывала, что до 9-го числа у меня не было трафика. Этот телефон, кстати, вот он включился. Он у меня обновлялся. Не знаю, я спрошу у своего мужа, запустил ли он обновление. Я много раз спросила его это не делать. Либо он сам подключился к интернету и стал обновляться. Не знаю, но это одно из неудобств, с которым я сталкиваюсь, когда вот эти обновления происходят, потому что потом меняется что-то, и мне это крайне некомфортно. Я решила продолжить тему «Минимализм и социальные сети», так я назову это видео, потому что под видео «Минимализм мой телефон», где мне был задан конкретный вопрос, как я справляюсь с огромным количеством фотографий, как часто я их чищу, куда я их скачиваю и так далее, были оставлены комментарии, которые меня заинтересовали. Так, хочу сразу сказать, что один из комментариев, который меня очень заинтересовал, он был оставлен мужчиной, где он написал, «Надо же, вы удалили калькулятор». Кстати, очень многих почему-то зацепило, что я удалила калькулятор. Я удалила калькулятор, потому что, вы не поверите, но калькулятор занимает достаточно много памяти в телефоне, так же, как различные заметки, напоминания и так далее. Я не делаю в телефоне, потому что мне нужна память. Я сказала, что у меня базовая модель, у меня седьмой iPhone. Более того, я даже не знаю, смогу ли я перейти на более новый iPhone, если его не выпустят вот в таком мини-формате, потому что я часто отвечаю на комментарии, тогда, когда я могу на них ответить. Бывает, вот в машине села, паркую, жду парковку, отвечаю на комментарии, потому что пока ребенок пристегивается, у меня образуется какие-то 5 минут времени. И, соответственно, мне очень важно, чтобы телефон у меня был маленький, чтобы я одним пальцем могла писать сообщение. Прошу прощения, у меня часто в ответах на сообщения много ошибок, потому что есть автокоррекция. Таким образом, я не знаю, смогу ли я вообще перейти на более крупный iPhone, на который бы я хотела перейти с большей камерой, если его не выпустят в таком маленьком формате. Так вот, да, я удалила все остальное, потому что это занимает память в телефоне моем, которая мне нужна для видеосъемки, также для фотосъемки. И был комментарий, он оставлен был мужчиной, как же вы оставили себе Instagram? Я хочу сказать, что вообще несравнимые понятия, я даже ответила, что сравнивать Instagram и калькулятор, либо Instagram и любые другие приложения, которые могут быть, либо могут отсутствовать в вашем телефоне, это как сравнивать розовое и сладкое. То есть это несравнимые понятия, их невозможно сравнить. По поводу Instagram хочу сказать, и поскольку это видео будет посвящено именно соцсетям, могу сказать, что я никогда не была активна в соцсетях. Именно поэтому мне было очень трудно стартовать на YouTube, потому что когда ты стартуешь на YouTube, очень многие блогеры приходят к этому через какие-то журналы, которые они ведут, ЖЖ, знаменитый журнал, знаменитые блоги, они могут быть, состоять в какой-то группе по той тематике, в которой они начинают потом свой блог здесь, свой канал на YouTube, я нигде не состояла. А на Facebook у меня было 47 друзей. И если учитывать, что у нас было 200 человек на курсе, мне трудно понять, что все эти 47 человек, которые стояли в моих друзьях, я, конечно же, знала их лично. И, скорее всего, это были люди, с которыми я прямо-таки поддерживала физический контакт. Я их видела периодически, мы встречались, мы общались хотя бы по телефону. Поэтому, в общем-то, мне было действительно трудно стартовать. И я являюсь человеком, который уж не знала, практиковал минимализм осознанно, либо неосознанно, до того, как я начала записывать свой канал. Это случилось примерно год и семь месяцев назад. Я была человеком, который был совершенно неактивен в соцсетях. И я также встречала комментарии под своими видео, как отказаться от навигации в интернете, как отказаться от соцсетей. Могу сказать, что сейчас у меня такого вопроса, такой вопрос передо мной вообще не стоит, такой проблемы передо мной вообще не существует. Потому что в определенный момент, Егору тогда было примерно 4 года, я поняла, как много времени у меня забирают в соцсети. Я тогда была зарегистрирована на Одноклассниках, как, наверное, и многие из моих зрителей. Потом я перешла на Фейсбук, потому что сначала огромную популярность приобрел, конечно же, портал одноклассники.ру. Потом был ВКонтакте портал, создан русскоязычный. Потом Фейсбук, многие туда перешли. Потом многие с Фейсбука перешли благополучно на Инстаграм. А так вот, я никогда не была активна в соцсетях, как раз таки потому, что в определенный момент я поняла, как это засасывает. Я была настолько удивлена вот этому общению дистанционному с людьми, которых ты никогда не видел, ты не знаешь. Они просто стучат за тебя в контакт, пишут тебе сообщение, которое тебя, что называется, оцепляет. И ты начинаешь вот это виртуальное общение. Это виртуальное общение, которое ни к чему не приводит, а избирает у тебя очень много времени. Так же, как одна зрительница написала, что очень часто все, что мы читаем в новостной ленте, это действительно очень похоже, но в лучшем случае, на некий фоновый шум. А в худшем случае все то, что мы видим, это не что иное, как некий информационный мусор, который мы цепляем на себя, который мы вынуждены просматриваем. При этом этот информационный мусор, он попадает к нам двумя путями. Мы читаем, поэтому мы воспринимаем информацию, которую считываем. И так же визуально мы видим те картинки, которые демонстрирует нам та или иная новостная лента, зачастую о людях, которых мы на самом деле никогда не знаем и, возможно, живуем, и никогда с ними не пообщаемся. Поэтому я прямо-таки осознала вот этот момент, что меня засасывает это интернет-общение. Тебе постоянно хочется посмотреть на эти лайки, на фотографиях. У меня такое было, мне тогда было... Егор только родился, соответственно, мне было, ну, наверное, 25, 26, 27, возможно, лет. Сейчас я точно даже не вспомню, как-то я была зарегистрирована на Одноклассниках. И ты вот прямо-таки смотришь, кто к тебе зашел, кто твои фотографии отметил, кто их лайкнул, какие тебе, в общем-то, написали комментарии. Я сейчас настолько не завишу от своей YouTube-студии, как была зависима тогда. И в определенный момент, поняв, сколько это времени у меня забирает, вот эти вот ожидания, я как-то смогла это проанализировать, и, соответственно, я от этого отказалась. Я вам искренне желаю не воспринимать ту информацию, которая для вас не несет никакой информационной ценности, потому что это не что иное, как на самом деле убивание своего собственного времени. И опять же, вот та информация, которую мы воспринимаем, я вообще в каких-то своих видео говорила, кстати, скоро выйдет видео про исполнение, визуализацию желаний. Я записала 1 марта, загадала желания, сказала, что 1 сентября. Я запишу и проанализирую, сбылись ли мои желания, которые я вот таким образом загадала, визуализировала, очень их по себе представляла, очень хотела их, чтобы они у меня сбылись через полгода. Я поставила полгода срока. Соответственно, 1 числа я запишу видео, я говорила, что я очень верю в то, что мы являемся зеркалом для всей Вселенной, как бы это опять же странно ни звучало. Вот то, что мы себя берем, все, что мы на себя принимаем, то мы и отражаем. Соответственно, если мы принимаем на себя какую-то позитивную информацию, позитивный визуальный ряд, то мы его отражаем, как зеркало, но Вселенная является зеркалом для нас, поэтому происходит такое двойное отражение. Я в это искренне верю. Я много раз, по крайней мере, на своем личном опыте, в этом убеждалась. Поэтому я очень желаю всем своим зрителям, кто имеет такую проблему, и часто имеют как раз такие мамочки маленьких детей, я могу вам сказать, что вот эта вот негативная информация, либо неявно негативная информация, она очень засасывает, она забирает энергию, как бы опять же странно это ни звучало, но тем не менее вы почувствуете себя совершенно иначе. Если вы просто однажды удалите свой аккаунт, это нужно сделать раз и навсегда, проанализируйте, что за последний год, за последние два года этот аккаунт не принес вам никакой позитивной информации, он ничего, скорее всего, хорошего для вас не сделал. Я могу допустить, что есть случаи, когда люди через соцсети находят свою судьбу. У меня есть подруга, которая благополучно жената, познакомилась через разоклассников со своим будущим мужем. Есть случаи, когда люди находят себе работу, либо нужного работника через соцсети. Если это ваш случай, то, конечно же, в соцсетях, наверное, стоит оставаться, потому что соцсети для вас однажды заслужили классную службу, и, возможно, такой произойдет в будущем. Но если вы, как и большинство людей на этой планете, находитесь в соцсетях, просто для того, чтобы занять свое свободное время, а от такого свободного, точнее, от такого времяпрепровождения своего свободного времени на самом деле стоит отказаться. И что произойдет? Вам, возможно, будет казаться, что вы вычеркните себя, удалите свой аккаунт из вот этой мега суперважной социальной, виртуальной жизни, и потом вам нечем будет заполнить паузу. Поверьте мне, так же, как в минимализме, святое место, вкусно не бывает. Придет либо новое увлечение, либо новое занятие, и проанализируйте буквально через неделю того, как вы не заходите в свой социальный аккаунт, что, скорее всего, вам туда и не хочется заходить. И вы наверняка поймаете себе на мысли, что раньше такая ситуация была для вас просто невозможна. И еще один момент мне бы хотелось прокомментировать и также с ним поделиться. Он возник, на самом деле, в комментариях. Большое спасибо за подобный вопрос. По поводу того, как часто я очищу свою книжку ВКонтакте. У меня ВКонтакте находится примерно 10 номеров. Это мой муж, это мой сын, старший ребенок, у него есть телефон, и какие-то еще номера, возможно, родительские, московские, которые я по памяти не вспомню. На самом деле, очень мало номеров. Все остальные номера никаким образом не запомнены. Потому что, если мне нужен какой-то номер, я забиваю, допустим, педиатра Аббана Терми на итальянском языке, и мне выходит мой педиатр, я тут же ему звоню. Поэтому у меня нет просто необходимости, опять же, заполнять память телефона. По-моему, кто-то стрижет у настрову, сейчас придется закрыться двери. Помню, был период в Москве, когда многие москвичи возмущались, как у них перекладывали дорожки, асфальтировали, бордюры переделывали. А могу сказать, что в Италии очень похожая ситуация. Во всяком случае, через газон, скажем так, стрижку газонов, совершенно точно, проходит очень большое количество денежных средств, которые можно пропустить, как стрижка газонов. Соответственно, я говорила о том, что да, у меня очень маленькая записная книжка, если мне нужен какой-то контакт, я забиваю. Парикмахерская Абана Терми, знаю название парикмахерской, в которую я хочу сходить, и мне выходит сразу портал с номером, нажимаешь на кнопочку, набираешь, очень удобно. Кстати, я слышала такое мнение, встречала, точнее, такое мнение, что через эти порталы набрать легче номер. То есть, если звонишь в педиатру, нажав на кнопочку вот с этой записной книжки, электронной, хранящейся в Гугле, наверное, так будет правильно сказать. Я не знаю, такой портал существует ли на русскоязычном интернете, на итальянноязычном он существует, то тебе легче прозвониться. Не знаю, так это или не так, потому что, ну, не сравнивалось, сравнить, наверное, даже невозможно. Поэтому у меня вот прям-таки 10 номеров, и я могу сказать, что вот эти 10 номеров, которые записаны у меня в телефоне, меня очень подводят, потому что я не знаю на память номер телефона своего ребенка. Я не знаю по памяти номер телефона своего мужа. Это значит, что если что-то случится, я смогла бы попросить у прохожего, но телефон, чтобы позвонить мужу либо своему ребенку, я просто эти телефоны на память не помню, потому что у меня высвечивается Егор, у меня высвечивается имя мужа, и таким образом, в общем-то, я не могу запомнить, визуализировать эти телефоны. Поэтому я считаю, что опять же нагрузка на гимнастика для ума, как говорил Ломоносов, математика гимнастика для ума, элементарное запоминание номеров телефонов, которые нам необходимы, которые для нас важны, это, я думаю, очень-очень важно. И в современном мире мы теряем такую возможность, потому что у нас все переносится, синхронизируется, все запоминается автоматически. Поэтому, дорогие зрители, те, кто столкнулся с проблемой излишней навигации в интернете, я вам искренне рекомендую от нее отказаться. Поверьте мне, информацию в интернете нужно получать только ту, которую мы хотим получить, а не ту информацию, которая просто сваливается на нас, потому что мы открываем определенную страницу, где мы зарегистрированы, и там, в общем-то, идет новостная лента, в которой, кстати, очень-очень много рекламы. Потому что если вы зарегистрированы на Facebook, вы наверняка сталкивались с тем, что выходят какие-то странные видео, выходят какие-то странные статьи, на которые вы никогда не кликали, на которые вы никогда не подписывались. Но просто вот такая ротация на Facebook, например, существует. Поэтому вот так я отношусь к Инстаграму, где я неактивна совершенно. Я также рассказывала, что Инстаграм изначально я сделала для фильтров, потому что у меня не было превьюшек, у меня не было программы, которая позволяла создавать мне превьюшки для моих видео. И я сначала пользовалась просто тем, что у меня был просто стоп-кадр, я очень долго не могла освоить какие-то технические вещи на YouTube. Ну и потом я поняла, что можно просто через фильтры Инстаграма пропускать какие-то свои фоточки, и они будут смотреться несколько лучше, и можно их ставить на превьюшку. Теперь, по большому счету, у меня нет никакой необходимости в Инстаграме. Инстаграм не приносит мне новую аудиторию, несмотря на то, что, допустим, какие-то фотографии я выставляю с хэштегом минимализм, с хэштегом уборка. Могу сказать, что все мои зрители, это, скорее всего, зрители, которые пришли ко мне в Инстаграм через YouTube, а не наоборот. Поэтому, в общем-то, я считаю для себя лично и Инстаграм совершенно бесполезной соцсетью, когда у меня появилась программа, бесплатный апп, который позволяет мне делать классные превьюшки. Вот такое видео у меня получилось. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем классного, хорошего дня, настроения. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok